Все мы используем камеры, чтобы запечатлеть наилучшие моменты нашей жизни, оставить отпечаток приятных воспоминаний на экранах наших смартфонов, телевизора или компьютера. Но порой что-то идёт не совсем по плану, и камера в итоге записывает совсем не то, что предусматривалось изначально. Иногда она может выпасть или быть украденной, или с ней вообще может произойти какая-нибудь непредвиденная хрень, но тем не менее она продолжит запись. И в этом видео я покажу вам 5 именно таких случаев. Поехали! Этот уникальный ролик, снятый падающей видеокамерой, посмотрело уже более 4 миллионов человек. На нём камера GoPro выпала из рук парашютиста прямо на землю с огромной высоты и засняла своё эпическое крушение. Поразительно, что при ударе о землю она не разбилась и не выключилась, а продолжила свою увлекательную съёмку. Недовольная таким бесцеремонным вмешательством в свою обитель свинья подошла к ней и даже попыталась съесть. Но то ли у неё что-то не получилось, то ли камера оказалась не слишком аппетитной. Однако та так и осталась лежать в свинарнике, где и была обнаружена фермером 8 месяцев спустя. Наверняка многие из вас любят аттракционы и лунопарки, ведь там мы испытываем ни с чем несравнимые ощущения и выброс адреналина в кровь. Афтарфлайер является рекордсменом по высоте среди всех каруселей мира. Его высота более 140 метров, что примерно равняется высоте 50-этажного дома. Этот момент просто обязан быть в семейном архиве. Именно так и подумала девушка по имени Кэнсел, которая достала свой смартфон, чтобы запечатлеть себя со своим молодым человеком, пролетающих на головокружительной высоте. Однако рука девушки дрогнула, и затем начался просто сумасшедший стробоскоп. К огромному удивлению, ее iPhone 7 Plus остался цел и заснял уже парочку с видом снизу. Не считая нескольких царапин, гаджет продолжает работать, а ролик стал хитом и наверняка займет свое почетное место в их семейном архиве. Случалось ли вам работать когда-нибудь в женском коллективе? Если нет, то вот вам видео с камеры GoPro, которая все же успела в нем побывать. Она упала с монопода любознательного туриста прямо в гнездо к гремучим змеям, когда одна из этих тварей решила атаковать незнакомую хрень. Однако оператор тоже оказался парнем неробкого десятка и не собирался сдаваться без боя. Он все же отобрал камеру у хладнокровных тварей с помощью клюшки для гольфа. Наверное, он просто не знал, что один укус такой змеи может привести к смерти. Но этот случай переплюнет все остальные, доказав, что наши повседневные гаджеты способны на многое. В 2015 году жительница США нашла в пустыне коробку с камерой GoPro и неработающим смартфоном. Оказалось, что они были запущены в стратосферу еще два года назад. Это было делом рук любопытных студентов, которые запустили баллон с прикрепленной к нему камерой GoPro и смартфоном еще летом 2013 года. Но примерно через час подъема на высоте более 30 километров баллон лопнул, и вся конструкция устремилась вниз. К сожалению, отследить местоположение падения студенты не смогли. Предназначенный для этого смартфон попал в мертвую зону, а затем разбился при приземлении. Тем не менее, падение выдержала камера, после чего хранила этот ролик в пустыне еще два года, прежде чем ее нашли. Последняя удивительная история на сегодня произошла с еще одной маленькой камерой GoPro, которая должна была расплавиться в потоке лавы, но удивительным образом сумела избежать этой страшной участи. Но при этом засняв все, что с ней происходило. Владелец устройства – экскурсовод Эрик Шторм, который проводит экскурсии для туристов на вулкане, что на Гавайях. Парень предусмотрительно поместил GoPro в трещину, чтобы заснять поток лавы, но пока он увлеченно рассказывал туристам свою историю, жидкая лава залила камеру, и та загорелась. Казалось бы, камере кранты, так же подумал и Эрик. Однако затем увидел, что на камере мигает Wi-Fi детектор. Тогда он достал карту памяти, проверил содержимое и обнаружил, что камера записала момент своего купания в лаве. GoPro, пережившая испытание огнем, все еще работала, пусть даже и не так хорошо, как раньше. А ее владелец до сих пор не может понять, как такое возможно. Ну а на этом у меня все на сегодня. Призываю вас беречь свои гаджеты. Ну а если вы этого делать не будете, то возможно, что и ролик с вашей камеры попадет ко мне в видео. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, если тебе понравился этот ролик. И до встречи в новых интересных выпусках. До скорого!